Девушки отдыхают Оформить недвижимость, не выходя из дома, как в период самоизоляции, продать или купить жилье. Оля, ты меня слышишь? Сейчас да. Оля, Алина, вы победители проекта «У меня есть голос, голос победы». Искренние эмоции, заслуженная победа. История финалиста проекта «У меня есть голос». Теперь подробнее об этих и других событиях. Коронавирус продолжает распространяться по региону. Новые данные сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Владимир Владимиров. За минувшие сутки в крае заболели еще 70 человек. Три пациента с подтвержденным диагнозом скончались. Глава региона напомнил Ставропольцам об опасности болезни. Призвал соблюдать действующие ограничительные меры. Это поможет быстрее справиться с пандемией, сохранить жизни и здоровье людей. Но даже находясь на самоизоляции, ставропольцы по-прежнему продают и покупают квартиры. Оформить недвижимость в этот период можно, не выходя из дома. С помощью электронных сервисов можно также заказать выездной прием. О том, как это сделать, расскажем в сюжете далее. Маска, перчатки, антисептики – весь необходимый набор в условиях последних дней. Специалист кадастровой палаты отправляется на выездной прием в риэлторское агентство. Несмотря на пандемию, ставропольцы по-прежнему покупают и продают квартиры. Сейчас, когда экономическая неопределенность, люди так же много покупают и много продают. Вот уже можно проанализировать последние месяца полтора. Работать стало проще, так как на рынке недвижимости находятся сейчас только профессиональные люди, у которых уже сформирован запрос. Они знают, чего хотят купить и что хотят продать. То есть рынок недвижимости не останавливается ни в какие времена, даже в самые сложные. Объектов стало меньше, но продавцы, которые остались, они заинтересованы реально, готовы продать. Оформить недвижимость в условиях противовирусного режима не проблема. Поставить объект недвижимости на кадастровый учет, а также зарегистрировать право собственности, можно с помощью электронных сервисов кадастровой палаты или Росреестра. Правда, стоит отметить, это возможно только при наличии электронной подписи. Можно также заказать выездной прием. Что такое выездной прием? Специалист кадастровой палаты по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется по звонку. Вы звоните нам по установленному телефону горячей линии. Мы записываем вас на выездной прием. И специалист по вашей заявке выезжает в удобное вам время, удобное для вас место. Ну и, естественно, в будние дни. Естественно, с 9 до 5 человеку еще нужно вернуться обратно. Не важно, какой формат сделки у вас предвидится. Аренда, купля-продажа, переуступка прав. Даже если вы покупаете квартиру в ипотеку, мы также можем выехать и в банк. Специалисты кадастровой палаты привезут с собой необходимое оборудование и на месте оформят подачу документов для кадастрового учета, регистрации права собственности, предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости. А также выдадут подтверждающие документы по итогам оказания госуслуг. Счастливая обладательница новой квартиры Вероника уже эту возможность оценила. Сейчас в такое время, когда карантин, самоизоляция, что мы не можем попасть в МФЦ, сдать документы. И так как девушка приехала к нам сюда на место, конечно, для нас это очень удобно. В том плане, что мы можем сейчас быстро и качественно выполнить, она может выполнить ту услугу, которая нам сейчас нужна. Мы точно так же выезжаем и выдаем уже документы там же вам на месте. Не важно, вы можете домой, к себе на работу вызвать. Процедура ничем не отличается. Единственное, что необходимо понимать, что выездной прием – это платная услуга. Стоит она 1530 для физических лиц и 2550 для юридических. Выездное обслуживание предоставляется бесплатно ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам, если они правообладатели недвижимости, в отношении которой предоставляется услуга. Что же касается самой купли-продажи жилья, риэлторы говорят, если продавать квартиру, то лучше это делать сейчас, а если покупать – выждать. Спустя некоторое время после отмены режима самоизоляции специалисты прогнозируют увеличение предложений на рынке недвижимости. Джамиля Ибрагимова, Ставропольское телевидение. Теперь о происшествиях. На трассе Кисловодск-Карачаевск 36-летний водитель Гранта выехал навстречу и врезался в иномарку. От удара Лада перевернулась. В итоге виновник ДТП и его пассажир, а также пассажир второй машины, в больнице проводится проверка. О других ЧП расскажем в оперативной сводке. Хватай и беги. Видимо, по такому принципу действовал 25-летний житель Придгорного района. Он подошел к незнакомцу и попросил мобильный, якобы для срочного звонка. Взял телефон и убежал, а после через мобильное приложение оформил кредит, снял деньги и потратил. Ущерб 36 тысяч рублей. Беглеца уже нашли полицейские. Он ответит по закону. Провальная сделка. 47-летнему жителю Кисловодска позвонил неизвестный и представился менеджером брокерской компании. Он сообщил, что с его помощью собеседник сможет поднять неплохую сумму. Мужчина заинтересовался предложением и перевел на несколько счетов порядка 150 тысяч рублей. Но обогащение не случилось. Вскоре кисловодчанин понял, что его обманули и сообщил в полицию. Устранил конкурента. В одном из домов села Владимировки Левакумского района компания распивала алкоголь. 40-летний мужчина решил помириться со своей бывшей возлюбленной. Но ее 31-летнему сожителю это не понравилось. Он схватил нож и зарезал с обутыльника. Когда понял, что натворил, сымитировал суицид, вложив орудие убийства в руку потерпевшего. Сотрудники следкома вывели убийцу на чистую воду. Ближайшие 9 лет он проведет в колонии строгого режима. Продолжаем выпуск. Жители края выбрали лучший голос Ставрополя. Завершился главный песенный проект нашего телеканала. А эмоции до сих пор переполняют и участников, и зрителей. От предвкушения победы до слез радости. Неподдельные эмоции конкурса. В сюжете Виктории Шкальной. Итак, победители проекта. Ольга Шульгина. Предгорный район. Растерянность и легкий шок. Вот так Ольга Шульгина встретила результаты главного финала нашего проекта «Голос Победы». По Оле, по-моему, видно, что она еще не поняла, что происходит. Несколько минут, и вот они, слезы счастья. Оля, ты меня слышишь? Сейчас, да. Оля, вы победители проекта «У меня есть голос. Голос Победы». Три месяца участники проекта боролись за главный приз. 300 тысяч рублей и звание лучшего голоса Ставрополья. Финал конкурса прошел в онлайн-формате 9 мая. Наш телеканал транслировал концерт в прямом эфире. Когда я узнала, что я победила, мои чувства, я даже не понимала, если честно, потому что у меня был немножко шок. У меня были слезы, слезы радости, слезы счастья, потому что для меня это самая крупная победа за всю историю моей певческой карьеры. А так начинался путь Ольги в проекте. Казачка из предгорного района с пронзительной песней о нелегкой судьбе военного разведчика. Чувственное исполнение, от которого мурашки по коже, а сердце замирает. Когда я пела на сцене, эмоции зашкаливали, потому что я мысленно находилась и чувствовала себя. Я участникам этой истории, потому что песня непростая и история очень тяжелая. Музыка сопровождает Ольгу всю ее жизнь. С пяти лет пела в ансамбле. После школы поступила в колледж искусств. Сейчас руководит казачьим вокальным коллективом. Сотни грамот и медалей. Но в победу в таком большом конкурсе не может поверить до сих пор. Телефон у меня обрывался, потому что мне звонили все, кто смотрел, все, кто переживал. И было достаточно огромное количество звонков. Но больше всех, наверное, за меня переживала моя старшая сестра, которая наблюдала все прямые эфиры и была безумно счастлива, когда узнала, что я победила. Свою победу Ольга Шульгина посвятила родному предгорному району и памяти тех воинов, благодаря которым мы можем жить в мире. Увидеть финалистов и еще раз услышать фронтовые песни можно будет осенью на большом концерте «Голос Победы». А присоединяется к поздравлениям победителей и Виктория Шкальная, Ставропольское телевидение. Это все новости к этому часу. Следите за нашими следующими выпусками. Мы продолжим работать для вас, чтобы вы были в курсе всех событий Ставрополя. Также мы ждем ваших сообщений на номер 8 928 350 80 70. Расскажите о своей проблеме и мы постараемся помочь. Ну а впереди прогноз погоды с моей коллегой Анастасией Антонец. Я передаю ей слово, а с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители Своего ТВ. Прямо сейчас расскажем о погоде на среду, 20 мая. В Ставрополе тепло и облачно. Днем температура воздуха плюс 23 градуса, ночью плюс 10. В Изобилинском и Новоалександровском округах облачно. Плюс 26 днем, плюс 11 ночью. В Пятигорске, Кисловодске и Минеральных водах днем солнечно. Воздух прогреется до 24 градусов, ночью плюс 11. В Буденновске и Нефтекумске солнечно, плюс 27 днем и плюс 13 ночью. В Ипатово, Дивном и Арсгире облачно, днем плюс 25, ночью плюс 13 градусов. 20 мая отмечают Всемирный день пчел. Как и муравьев, пчел в народе называют неутомимыми труженицами. За день одно насекомое опыляет до 7 тысяч цветов. Еще пчел используют для поиска взрывчатых веществ. И исправляются они даже лучше специально обученных собак. Узнавайте новое здесь, на своем ТВ. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова